всем привет привет всем прекрасного понедельника отличнейшего вам всем настроения рада вас снова видеть на своем канале благодарю вас за ваши комментарии хочу сказать один момент и просто сейчас вспомнила все время его выпускала по поводу реклама я не знаю как у вас там к моим раскладам насколько часто выходит реклама насколько я знаю вроде бы в россии она в ютюбе да она каким-то образом была запрещена я я не помню эту тему что как почему вот просто я некоторое время назад я помню один комментарий где меня сказали что я уже даже не помню кто сказал кристина но не столь важно что к моим роликам очень много рекламы есть я хочу вам сказать такой момент что я не вы как этот нет не настраиваю количество рекламы который будет при просмотре моего ролика настройки идут от ютюба у меня есть разрешение на то есть к ютюбу на то чтобы он использовал рекламу в моих роликах но в каком количестве где в какой момент какая реклама это я не знаю поэтому если вам кажется что слишком много рекламы тут я поделать ничего не могу с одной стороны а с другой стороны если быть максимально откровенные честные то любая реклама за любой просмотр до во время ролика рекламы авторы каналов получают деньги на это конечно же не не такая большая сумма но все равно это дополнительный доход поэтому потерпите и я даже не знаю что сказать у меня тоже есть когда я смотрю на ютюбе какие-то ролики да особенно если это ролики больше десяти минут дату там есть реклама реклама которую можно промотать реклама которую нельзя промотать я понимаю полностью кто смотрит так вас что это может бесить это может раздражать но с одной стороны это необходимость для авторов канала а с другой стороны ну немножечко терпения здесь я даже вот ну я честно не знаю что вам сказать просто хотела объяснить этот момент вот а расклад у нас сегодня будет как вы видели советы да если кто-то ждет советов от высших сил и либо там еще что-то такое это не про это значит идея расклада о чем идея расклада о том что иногда иногда ну честно так вот по-человечески нам хочется кому-то дать какой-то совет неважно добрый недобрый нужен он не нужен вот иногда просто хочется что-то сказать как-то вот посоветовать как-то помочь не знаю может быть со стороны нам кажется что нам виднее может быть так она и есть может быть что-то хотим порекомендовать да особенно знаете когда это касается например там здоровья и мы начинаем вспоминать что а у меня тоже была такая травма вот я тогда туда ходила может быть и тебе надо пойти то есть ну вот советы они бывают же разные нижние только как формате норово учения на и морали вот просто какая-то подсказка и мне захотелось сделать расклад в котором мы посмотрим значит следующие моменты какой совет вы бы дали себе первую очередь на то есть прежде чем кому-то что-то рекомендовать советовать надо рассоветовать себе посмотрим любимому человеку выбирайте себе любимого человека вот какой бы вы совет хотели дать детям родителям друзьям коллегам и вселенной если я не ошибаюсь здесь 8 карт должно быть до 1 2 3 4 5 6 7 а 7 на красивая красивая цифра до семерка не случайно поэтому я выжилу каждую позицию по 7 как вот и мы посмотрим какие советы мы бы хотели дать себе и другим людям то есть не мы хотим получить а мы хотим дать вот не знаем почему но в общем так мне захотелось напоминаю вся необходимая информация обо мне есть под роликом по ссылке мои услуги вот ссылка на второй канал тоже есть под этим роликом ну и все что вы хотели бы узнать дополнительно напишите мне либо на почту либо телеграм вот опять же таки вам нужно будет перейти по ссылке мои услуги там есть первом абзаце мои контакты либо в телеграме либо на почту вот а мы с вами приступим на этой тайм-коды вы уже все знаете все уже ученые знаете где есть все что вот и мы с вами давайте приступим и так позиция номер один голубенький камешек наша задача выложить сейчас 7 карт так начну я наоборот справа налево от дальнего к ближнему не знаю почему потому что так просто мне удобно выкладывать три четыре пять шесть семь карт вот и мы будем с вами приступать готовы смотрим единички первый совет самому себе на какой бы вы совет дали самому себе самой себе пожезлов пожезлов включайте любознательность нам то есть я бы так сказала первый совет пробудись пробудись проснись преодолея свою какую-то внутреннюю неуверенность наверное да если есть какие-то сомнения и просто двигайся вперед первый совет второй совет возможно касался бы того что знаете будь будь открытый будь открытой этому миру да не бойся если кому-то вы хотели написать и где-то как-то были неуверены напишите если здесь есть вопрос то я не уверена надо ли мне двигаться в этом направлении либо не надо двигаться направлении здесь подтверждение да потому что пожезлов он говорит невзирая на свою какую-то неуверенность да все равно нужно двигаться вперед нужно делать один шаг за раз с другой стороны здесь как будто бы совет вам обратите внимание на то какая искра зажигается внутри вас сейчас да потому что возможно пришла какая-то идея возможно есть какое-то желание да возможно есть какие-то амбиции которые вы хотели бы реализовать вот в этом направлении да как подсказка вам нужно двигаться но и при этом держите глаза открытыми здесь здесь важен огонек здесь важен энтузиазм здесь важно желание до познания этого мира через активность на вот как маленькие дети везде вы засуну свои пальцы свои руки все им нравится всем надо посмотреть все нужно открыть все шкафы везде залезть вот вам как будто бы совет сейчас нужно быть именно вот в такой энергии любознательности почему потому что возможно сейчас такой этап когда вы можете встретиться с чем-то что откроет вам новые двери и если почему я сказал самом начале до пробудись проснись если вы будете спать то вы возможно упустите какой-то шанс да то есть есть как какое-то новое начинание идет вашу жизнь и важно не сдрефить и важно заметить поэтому и совет был да не спать не спать хорошо второй совет любимому человеку у кого есть любимый человек либо но это выбирайте себе да если нет это но я имею ввиду это не только партнер может быть это любой человек которого вы любите чтобы вы какой бы вы совет дали любимому человеку определись уже наконец таки семерку кубков уже сделал хоть какой-то выбор да и в соответствии с этим выбором сделай какой-то шаг чтобы уже было понятно на то есть если это любимый человек например если ты хочешь поменять работу уже по меня если ты хочешь признаться любви уже признаеш если ты хочешь поставить точку же поставь здесь такое ощущение что вас достало это любимый человек своей неопределенностью, да, я вроде бы хочу, и при этом я не знаю, что хочу, и я об этом как будто бы мечтаю, здесь еще может быть так, знаете, что человек о вас мечтает, человек о вас думает, фантазирует, но при этом он никак не проявляется, да, то есть семерка кубков, она говорит о тонком плане, что там есть активность, там есть эти кубки, чувства, все такое, а в материальном мире этого проявления нет, и такое ощущение, что вас этот человек уже достал, и вы ему говорите, да ты уже, блин, проявись уже хоть что-то, да, скажи, ну то есть не надо ждать, не надо мечтать, не надо фантазировать, просто сделай, дальше я уже все сделаю, только сделай первый шаг, да, ты сделай первый шаг, вот, и это очень пересекается, кстати, с вами, с вашей энергией, да, что вы тоже не делаете первый шаг, не только в сторону этого человека, а вообще, да, то есть он вас как будто бы зеркалит, неосознанно, вот, вы бы дали совет именно касательно того, чтобы человек перестал, либо человек очень мечтательный, И все равно нету какой-то активности, проявленности в материальном мире. То есть здесь не хватает. То есть вы как будто бы либо подталкиваете этого человека, либо, не знаю, придаете какую-то уверенность. Но вот больше здесь энергия такая, знаете, раздраженности. Но опять же-таки нету агрессии, есть раздраженность. Знаете, как у всех, наверное, есть такая подруга, когда идет в магазин и начинаешь говорить, что ты хочешь. Вот я хочу платье. И вы спрашиваете, а какое платье ты хочешь? Ну вот я не знаю, мне и вот это нравится, и вот это. А какое взять? Вот вы начинаете говорить, возьми вот это. Оно хорошее, оно тебе идет, и цвет, и все такое. Да, ты уверена? А мне еще и вот это нравится. Ну хорошо, возьми тогда то, что тебе нравится. А вдруг я ошибусь, и мне вот это пригодится? Вот он начинает говорить, да ладно, возьми уже оба. Не, оба дорого, я не могу мне на что-то выбрать. И вот так, боже, когда же ты уже определишься? Вот здесь какие-то такие энергии идут. Вот совета, определись уже, определись. Детям. Какой бы вы совет дали детям? Терпение, да? Терпение, двигайся вперед. Все получится, надо прикладывать усилия, да? Здесь работоспособность. Работай, вкладывайся, и у тебя все получится, да? Не торопись, не спеши. Где-то, возможно, нужно промолчать, где-то нужно на что-то закрыть глаза, да? Но все равно двигайся, да? Двигайся в своем направлении. Верь в себя, я в тебя верю. И у тебя все получится. Просто здесь энергия такая, что это получится, но получится не так быстро, как бы человек хотел. И вы, возможно, здесь в контексте рекомендации даете какую-то поддержку. Поддержку ребенку того, что не сдавайся, не сдавайся. Если, допустим, ребенок взрослый, да, и задается вопросом, там, не знаю, хочу уйти, либо остаться, не знаю, как быть, вы говорите, продолжай делать, да? У меня это, знаете, как это, реклама в уиске, да? Keep going. Продолжай, продолжай двигаться, да? Вот здесь что-то такое. Вот, ну и, конечно же, как совет, вопрос терпения. Терпение и постоянство дисциплины, вот, на долгосрочную основу. Это как будто бы даст те необходимые результаты. Ну, либо здесь, может быть, еще такие моменты, что ребенок торопышка. Либо что-то, знаете, какой-то несдержанный, что-то хочет получить здесь и сейчас. И вы как будто бы говорите, что не переживай, все получишь, да? Только делай один шаг за раз. Иначе можешь ошибиться, сделать неправильные, неверные шаги. То есть не надо, не надо торопиться. Здесь общий посыл, не торопиться и терпение. Терпение. Так, родителям. Какой бы вы совет дали своим родителям? Хватит мной манипулировать. Хватит управлять. Да, я уже вырос, я уже выросла. Я уже знаю, как надо. Ставь в покое. Не манипулируй мной. Здесь какие-то такие, знаете, манипуляции идут. Вы это осознаете. Вы можете даже это говорить. А здесь как будто бы ваш родитель, он как-то вот отнекивается. Говорит, я, я не манипулирую. С чего ты решила, да? Вы говорите, блин, да я же уже вижу, вот ты играешь, там, я не знаю, на чувство вины, на чувство, там, какой-то, я не знаю, совести. Ну, не надо этого делать, да? То есть то, что ты хочешь, ты уже заранее просто скажи, да? И не надо, не надо играть со мной, да? Я уже не маленький ребенок. Я уже все понимаю, все вот эти вот твои сценарии, которые ты будешь проигрывать. Вот эти все твои манипуляции. Не надо этого делать. Коллегам. Нет. Родителям, друзьям. Друзья, держите язык, держи язык за зубами, да? Держи язык за зубами. Друзья, либо здесь, знаете, даже еще к некоторым друзьям есть вопрос, да? Почему отстранилась? В чем проблема? Почему идет холодность? Почему идет замкнутость? Как будто бы такой, знаете, вопрос, что что-то я не так сделала, либо сделала, да? То есть в чем претензия? Почему вот эта вот дистанция появилась здесь, вам не совсем понятно. Не совсем понятно, почему. Еще совет. Как будто, вы знаете, слушай свою интуицию. Слушайте свою интуицию. Здесь идет холод. Вот идет холод от этой позиции, я не могу понять. Либо, возможно, вы говорите, остыди свою голову, да? То есть не придумывай ничего лишнего. В каких-то моментах тоже здесь как будто бы надо подождать. Да, ситуация должна проясниться. Вот вы тоже иногда можете сказать, какая-то ситуация должна здесь проясниться. Либо если человек запутался, не может понять, что сделать, вы ему как будто бы говорите, слушай свое сердце, слушай свою интуицию, она тебе подскажет. А еще здесь почему-то какой-то момент, возможно, вы тоже говорите человеку, проясни. То есть спроси, узнай, да? Не руби сгоряча. Вот ты сначала поговори, сначала узнай, сначала все проясни, а потом принимай решение. Какие-то такие здесь советы тоже, не знаю. Здесь может быть какая-то конкретная персона, и у нее конкретная какая-то ситуация, поэтому вы так говорите. Ну и однозначно для кого-то здесь могут быть вопросы, да? Почему человек замолчал? Почему человек замолчал? Ну там что-то у этой персоны свое в жизни происходит. Коллега, что бы вы сказали коллегам? Все меняется, да, все меняется. Я еще вернусь, да, как будто бы так, знаете, колесо фортуны. Я еще вернусь, все меняется. Подождите, я вам еще покажу, да, что-то такое. Либо здесь вы вообще говорите о том, что ничего не стабильно, да, все меняется, поэтому и нам, если это касается, да, там работы, нам нужно тоже быть мобильными, да, нам тоже нужно адаптироваться под перемены, под ту цикличность, которую, ну, которая случается со всеми, да, ее нужно просто проанализировать. С другой стороны, здесь как будто бы вы хотели бы, чтобы коллеги взяли какую-то ответственность за, не знаю, может быть, за свои поступки, может быть, за свои какие-то действия, может быть, чтобы они более ответственно подходили к выполнению работы, потому что здесь такое ощущение, что вот они как-то легкомысленно, да, подходят, вот как будто бы не хватает какой-то серьезности, то ли они не осознают ответственность и последствия, да, потому что здесь вот что-то такое легкое, веселье, да, хи-хи-ха-ха, и вот вы как будто бы призываете их к ответственности, говоря о том, что, ну, будут последствия того, что вы делаете, да, То есть будь более внимательный, например, либо относись более серьезно к этому делу. Здесь как будто бы человек, знаете, как-то надеется, ну, я имею в виду ваши коллеги, надеется на удачу, знаете, ну, пронесет, ну, не обратят внимания, либо там что-то такое. Вот вы как будто бы говорите о том, что неважно, смотрят за вами, либо не смотрят, и вы должны нести ответственность за свои поступки. Потому что последствия как будто бы могут касаться всех. То есть вы накосячите, а последствия, они затронут всех. Вот вы как-то вот что-то такое. Вселенной, какой совет вы бы дали? Слушай, дорогая, дай мне уже вот этот шанс, дай мне уже это новое начало, да, либо подскажи мне, как мне выполнить какое-то желание. То есть, либо вы говорите, здесь даже не совет, а какое-то требование, да. Мне нужна энергия, дай мне энергию, либо дай мне этот пинок, чтобы я уже двинулась вперед. Либо прояви какое-то мое желание, да, то есть, не в плане реализации, а в плане подсказки, да, то есть, подскажи, как мне, куда двигаться, да. Либо вообще, что я хочу. Подскажи, подсвети, подсвети, что я хочу. Вот. Вот такие были советы, не знаю, кому отыгрались. Да, мне больше всего понравилось, про родители, да. Не манипулируй мной. Я представляю, что там происходит в жизни, да, если человек говорит, не манипулируй, достал уже, да. Красненький, красненький вариант, да, красненький камешек. Двоечки, смотрим вас, значит, выкладываю семь карт, и мы посмотрим с вами семь советов. Какая-то белоснежка и семь гномов. Белоснежка и семь гномов. Улыбаюсь, потому что я недавно пересматривала этот клип Рапштайна, да, солнце, или как он там по-русски называется. Там было забавно таким, там гномы, такие накачанные мужики. Вот и белоснежка такая с Адамаза. Было очень смешно на клип смотреть. Ладно. Так, первый совет самой себе, да, два, четыре, шесть, семь, да, да, четыре, шесть, да. Успокойся, умеренность, успокойся, не торопись, да, все, что ты хочешь, ты, процессы уже запущены, я не знаю, получите ли вы то, что вы хотите, или нет, но здесь по умеренности говорит о том, что, во-первых, если это касается тема здоровья, то здесь идет выздоровление. Как подсказка, если вы что-то хотите, здесь говорится о том, что торопиться не надо, да, не торопись. почему? Потому что идут какие-то процессы, но, видимо, для того, чтобы получить то, что вы хотите, здесь либо задействованы какие-то разные каналы, ну, то есть, все же в мире взаимосвязано, и для того, чтобы, допустим, мы что-то там получили, ну, к примеру, да, какое-то знакомство, у этого человека же тоже должно что-то случиться в жизни, так, чтобы вот пути столкнулись и пересеклись. Ну, то есть, много разных моментов должно случиться, прежде чем в нужное время, в нужной, в нужном месте, да, встретятся люди. То есть, не все так просто. Не потому что, вот я хочу, да, дайте мне сразу. Иногда надо время, иногда даже большое время. Вот только на уверенности, он всегда про умеренность говорит, про медленные процессы, которые, особенно трансформации, которые происходят внутри человека, таким достаточно комфортным, естественным путем, но при этом, внешний человек как будто бы не видит их. Иногда есть такое ощущение, что я не понимаю, да, в чем подвох, что меня проверяют. Вот. Почему? Потому что, ну, я вроде бы делаю-делаю, да, а результат какой-то я не получаю. Вот. Здесь такой момент, что не надо торопиться, здесь просто вопрос времени стоит. Со временем вы либо увидите свои результаты, либо вы получите необходимую вам информацию. то есть здесь надо подождать. То есть надо подождать, и самое главное, поумерить свои эмоции, да, здесь как совет, не раскачивай себя на эмоции. Старайся придерживаться золотой середины во всем. Здесь нужно успокоиться. Успокоиться. И терпение. Сейчас, знаете, даже вот как будто бы такой этап идет в вашей жизни, что вам эта активность, она и не нужна на самом деле, да, то есть здесь вы можете наслаждаться, здесь может быть даже как рекомендация побольше спать, да, чтобы восстановиться, потому что очень многие люди восстанавливаются во сне по причине того, что, ну, восстановление необходимо физическому телу, не нашему мозгу, а именно физическому телу. И поэтому, когда человек спит, он расслабляется. Расслабляется для того, чтобы вот заново восстановиться и восполнили силы. То есть если бы люди умели расслабляться, то сон, по сути, он был бы, ну, наверное, не столь актуален. Вот здесь возможно даже как совет, рекомендация, позанимайтесь какими-нибудь практиками расслабления, то есть вам нужно расслабиться. Вам нужно расслабить свои мышцы, вам нужно расслабить свое тело, да, для того, чтобы вот энергия проходила через вас без сучка и садоринки, не знаю почему. Так, это был совет вам. Совет любимому человеку. Совет любимому человеку. Шестерка жеслов. Ты победитель, да. Не знаю, какие-то благие, благие новости вы несете этому человеку. Здесь как поддержка идет такая, знаете, по шестерке жеслов, да. Верь в себя, все, все получится, ты на коне, ты самый лучший. Вот здесь как поддержка идет. Вы его поддерживаете. Здесь не как совет, да, что ты должен меня поддержать. Нет, а наоборот, что вы как будто бы поддерживаете этого человека, да, двигайся вперед, я рядом с тобой. Все получится. Все получится. Так, дальше. Совет детям. Какой совет вы бы дали детям? Не грусти. Не грусти. Не знаю, почему здесь ребенок как-то грустит. Не огорчайся, не разочаровывайся. Не надо, чтобы у тебя падали руки, да, то есть здесь также поддержка. Только если любимому человеку мы поддерживаем, знаете, как это, я в тебя верю, то здесь по четверке кубков с ребенком, знаете, вот какая-то такая любовь, не знаю, но здесь как будто бы ребенок, он как-то вот подуныл, что ли, ну вот ему не хватает каких-то яркостей жизни, что ли, как будто бы смысл какой-то потерял ребенок. И вы здесь не то, чтобы что-то говорите, а здесь скорее всего, знаете, вот просто обнимаете человека, да, как поддержка. И, ну, возможно, говорить там, я не знаю, утреносно, либо вытри слезы, и при этом параллельно вы это делаете, как будто вот вытираете слезы, ребенку и говорите, ну не грусти, мы найдем решение, все, все, все получится, да, то есть здесь вот какая-то такая поддержка. Не знаю, почему здесь ребенок под уныл. Может быть, он что-то хотел, знаете, вот иногда бывает, как хотел достичь, то есть, не знаю, может быть, какой-то проект делал, может быть, было какое-то желание, может быть, там, не знаю, ребенок-спортсмен, и очень надеялся на, допустим, там, на медаль, может быть, на золотую медаль, а он эту медаль не получил. И вот вы как будто вы поддержите, говорите, ну не расстраивайся, не огощайся, в следующий раз, да, то все получится. Мы еще раз с тобой попробуем. Вот что-то такое здесь идет. Дальше. Родителям. Родителям. Рыцарь Жезнов. Какой совет родителям? Сейчас, секундочку. Здесь такое ощущение, что вот как будто бы у вас нету какой-то связи с родителем, да? для кого-то вот вы сами по себе, родители сами по себе. Но есть категория людей, которые вот вы хотели бы сказать, знаете, как совет, приезжай, приезжай, может быть, хотите увидеться. А для кого-то вот как будто бы ваши родители, не знаю, может, давно не видитесь, не знаю, может быть, нету контакта. Вот я склоняюсь к тому, что здесь как будто бы нету контакта, и как-то родители живут для себя. И вот вы здесь не то чтобы совет даете, а вот вы смотрите и в ожидании того, что, ну, пройдут твои годы, и мы посмотрим, да? Вот мы посмотрим. Не знаю, как будто бы вы являетесь родителем для них, и вы говорите, что, не знаю, как вот тут родители здесь какие-то незрелые, что ли, в своих каких-то поступках, и вы говорите, что ты придешь к моим словам, вы как будто бы здесь мудрее выступаете, что ли, как учитель какой-то. Ну, здесь неправильная иерархия. То есть вы должны быть ребенком, а родители родителем. А здесь наоборот, как будто ваши родители, это дети, а вы проигрываете их роль. Здесь вот это, может быть, очень взрослые, прям вот старые, знаете, и когда вот этот вот маразм, да, начинается, и человек действительно, ну, впадает в детство, здесь что-то такое тоже может быть. Но здесь плюс ко всему еще идет какой-то такой момент, когда родители, вот он либо какой-то, я не знаю, вспыльчивый, либо очень быстро перегорает. Что-то здесь такое, какая-то такая энергия. Ну, вроде бы, как огонек, не знаю, то он проявленный, то тухнет, то светится, то угаснет. здесь еще человек может, ну, ваши родители, он принимать какие-то, знаете, либо поспешные решения, и, может быть, это раньше так было, вы сейчас повзрослели уже, но это все равно остается. Здесь, знаете, как человек, как-то на эмоциях, может что-то спалить, как бы сгоряча, сгоряча, накосячить, и потом ему стыдно, и вот вы как будто бы, знаете, что посоветовали, ну, хватит уже себя так вести, вот здесь об этом. Ну, то есть, подумай, прежде чем ты говоришь, да, потому что человек может что-то сказать, как-то вот вас, ну, может быть, других людей, может быть, и вас как-то обидеть, и вы, вы уже устали, ну, то есть, с одной стороны, вы как-то привыкли к такой реакции, да, а с другой стороны, вы уже устали, и вы ждете, поэтому и говорите, блин, когда настанет этот момент, когда ты будешь, ну, уже не будешь вот такой вот спыльчивый, да, потому что, я не знаю, я не вижу, чтобы родитель как-то сожалел о своих поступках, но вот последствия его поступка, вот этих каких-то поверхностных, да, необдуманных, они как-то вас цепляют, не знаю, вот вы как будто бы несете ответственность за родителей, здесь непонятная, странная какая-то такая энергия идет, так, друзьям, друзьям, что бы вы сказали друзьям, о, друзьям вы бы сказали, видите, здесь восьмерка мечей, какие-то ограничения, да, вы бы подсветили, либо указали своим друзьям, где у них есть какие-то убеждения, которые их ограничивают, да, здесь как будто бы хочется подсказать, что ты сам в своей голове, сам себя ограничиваешь, вот посмотри на это, посмотри на это, либо у тебя в голове очень много каких-то убеждений, которые тебе мешают, да, тебе как будто бы необходима свобода, ты сам себя ограничиваешь, ты сам себя связываешь по рукам, по ногам, то есть вы как будто бы вот какие-то такие моменты хотите подсветить, так, коллегам, что бы вы хотели сказать о коллегам, ну, тут коллегам вообще какие-то, знаете, претензии, да, претензии в плане того, что да вы достали уже свои какой-то бездуховность, знаете, в чем, вы как будто бы вкладываете, вкладываете, все никак не можете восстановить, то есть коллеги, почему я говорю безответственные, они, заметьте, у вас даже и родители такие, и, кстати, любимый человек тоже, то есть вот вы смотрите, вы поддерживаете опять, какие сценарии, да, вы поддерживаете сами себя в первую очередь, поддерживаете любимого человека, поддерживаете ребенка, родители у вас незрелые, там, друзья тоже какие-то запутанные ситуации проживают, вы их тоже как-то поддерживаете, показываете, подсвечиваете, А коллеги такие, знаете, могут быть, что, не знаю, не то чтобы заняли деньги и не вернули, но какие-то, вот вы вкладываете, вкладываете в них, да, такое ощущение, что либо вы им помогаете, а толку от этого нет. То есть, знаете, вот есть помощь, например, подходит коллега и просит о помощи, и вы говорите, окей, я тебе подскажу, а ты будешь делать, а здесь как будто бы такое ощущение, что коллега говорит, а я не знаю, ты сделай за меня. Вот вы сделали по доброй воле, да, один раз, а коллега обнаглел, и постоянно приходит, и вы говорите, блин, проще тебе научиться, чем вот каждый раз ко мне бегать и спрашивать там, я не знаю, советы или еще что-то. И вот он начинает прикидываться этой жертвой, нет, я не могу, вот мне нужна твоя помощь, и вроде бы жалко его, и с другой стороны ты понимаешь, что человек как-то обнаглел он, потому что вот вы как-то вливаете, вливаете какую-то энергию, помощь, а толку от этого нету, и страдаете и вы, и... А вот вашему коллеге как будто бы хорошо. Поэтому здесь не совет, а здесь хочется сказать, знаете, взять и послать, далеко-далеко сказать, что надоели, надоели вы, товарищи мне, своей хитростью какой-то, знаете, обманами. Вот здесь какие-то такие, знаете, не совсем человеческие моменты, ну, качества хорошие, проявленные, да, там, где-нибудь кого-то подставить, где-то посплетничать, ну, какая-то вот эта вот бездуховность, да, душевная нищета, то есть когда у человека нету внутренней красоты, когда у человека нету внутренней гармонии, нету осознанности, ну, здесь куча чего нету. То есть такой человек, знаете, вот прям с низкими вибрациями, как мы говорим, да, человек, который живет вот именно низкой материи, да, где-то вот деньги, где-то место мне надо, кого-то там поиспользовать, по... И причем здесь как будто бы эти коллеги думают, что они такие умные, сейчас мы эту дуру обманем, да, сейчас мы вот ей так скажем. И вот вы стоите, так смотрите на них и думаете, вот мне жалко вас, реально жалко, да, потому что, ну, вы как будто бы не понимаете, что вы делаете, действительно. И вот здесь вот вам как будто бы с одной стороны еще бывает обидно за то, что здесь как-то за работу, да, что, ну, как люди вот так вот халатно работают, либо как-то халатно как-то относятся к работе. И вот вам жалко, ну, я не знаю, сам вот этот вот бизнес, не знаю, саму какую-то работу. И вы как будто бы выполняете и две, и три работы, но не потому, что выполняете как будто работу этих коллег, а вот сама идея того, что, ну, вот если я не сделаю, блин, это же все разрушится. Вот как будто бы это все держится на вас, на вашем частном пионерском слове, хочется сказать. Здесь такое, но при этом мне нравится вот это вот надменность, знаете, человеческая. А, мы умные, а она дура. Вот здесь вот это вот очень сильно прослеживается. И вы в таком недоумении, но при этом делаете, не знаю, на какие кнопки здесь вас давят, на совесть, не знаю, на что вас тут берут. Вот, но вы это видите, понимаете, вот это вот не очень хорошее, не очень правильное отношение к себе, вы это видите. Но есть что-то другое здесь у вас в этих моментах, да, что вот вас цепляет, и вы продолжаете все равно как-то вот помогать, не знаю, ваша доброта, не знаю, свет, ваша внутренняя человечность. Не знаю, что есть у вас такого, что вы все равно продолжаете. С одной стороны, это плохо, потому что вы подпитываете и преувеличиваете вот эту вот годливость этих людей. Но почему я так говорю, знаете, с пренебрежением, что в принципе мне не очень-то свойственно, потому что я вижу здесь, знаете, вот как гадюки, они шипят, шипят, шипят. И ты просто уже реально не знаешь, как на это реагировать, да, то есть с одной стороны разворошить этот гадюшник, ну, вроде бы жалко, да, тоже твари должны жить как-то. А я сейчас не про людей, а про змей, ну, потому что я образ этот вижу, да, этого гадюшника. Вот, а с другой стороны, ну, толк-то от вас какого? Ну, вот сидите, шипите, да, шипите на себя, зачем вот как-то кусать и шипеть на других, да, типа. Ну, вот между собой общайтесь на одном языке, а людей оставьте в покое. Вот какой-то такой у меня образ здесь идет. Вот. Ладно, какой совет вы хотели бы дать вселенной? Двигайся дальше, да, то есть вселенной, да, я хочу сказать, продолжай двигаться, да, как-то дальше. Интересно. Иди дальше, иди дальше, куда тут должна пойти вселенная? Нет, я просто, знаете, перепроверяю, думаю, может быть, вы хотели бы, чтобы вселенная вам поддержала и сказала, чтобы вы двигались. Нет, здесь вы, здесь вы как будто бы вселенной говорите, что продолжай двигаться дальше. Не знаю почему, куда она должна двигаться. Нет, ну, здесь однозначно, насколько бы это абсурдно не звучало, вы как будто бы вселенной говорите, да, двигайся. Иди дальше. Не идем, или не я иду, а именно тебе надо идти. Как-то так, я не совсем понимаю этот совет, наверное, вам понятнее будет. Пишите, о чем здесь. Может быть, вы видите какое-то свое зеркальное отражение во вселенной и через нее как-то себе что-то говорите. Иди дальше. Либо, нет, здесь не идем. Здесь вот вы совет до вселенной, вы говорите, иди дальше. Не знаю, здесь не могу понять, но вот это была вторая позиция. Умеренность поставим, да, потому что все остальные карты не очень-то такие хорошие, позитивные. Так, и мы переходим к последнему варианту, троечке. Троечке, всем привет-привет. Будем смотреть, да, семь карт. Советы. Раздаем бесплатные советы. Раздаем бесплатные советы. Так, и еще один наркан. И давайте с вами будем смотреть. Итак, первый совет сами себе. Какой бы вы дали совет сами себе? Королевы мечей. Вы знаете, здесь похвала, здесь не совет. Здесь похвала в контексте того, что ты все правильно делаешь, да, ты мудрая, ты... Ты все видишь, ты все знаешь, но здесь, знаете, если все же говорить про совет, вы бы себе дали какой совет? Отдохни. И отдохни не в контексте того, что вот вы физически устали. А здесь просто идет вот какая-то напряженность, да. Не знаю, как будто бы вот вы стоите на страже очень долгое время. И вы что-то охраняете. И здесь вот вам как будто бы говорят, тебе тоже, ты тоже человек, тебе тоже нужно, хочется сказать, перекур, да. Какой-то отдых, то есть уйди со своего поста, да, там, доверься, либо я тебя заменю. Иди отдохни, потом вернешься, потому что здесь вот расслабься, да. Какое-то напряжение здесь идет. Даже это не усталость, а вот какое-то напряжение, да. Что-то вы здесь охраняете. Что-то вы тут оберегаете. И здесь вот вам совет, как будто бы у вас это никто не заберет. Вы это не потеряете, то есть не будете. Здесь, как, знаете, как мать, которая стоит на страже своего дитя, да. Либо вот медведица на страже своих медвежат. Агрессивная такая, да, не подходи, я предупреждаю, да, я убью любого, кто подойдет. Вот, ну вот здесь что-то такое. Вы здесь что-то такое очень важное для себя оберегаете. Я не знаю, что это такое. Здесь нету страха. Здесь вы не боитесь, что у вас это заберут. Вы как будто бы действительно что-то бережете. Не знаю, бережете чужой сон, что ли, бережете. Как-то вот охраняете что-то. Может быть, кого-то, не знаю. Нет, скорее всего, что-то. Но что-то такое ценное для вас. Вот здесь об этом. Такой совет вы бы себе дали. Здесь статичная такая энергия. Нет, она не застойная. Здесь нету деструктива в этой энергии. Но она холодная. Она такая, знаете, вот как башня, прям каменная башня, такая холодная. К ней не подойти. Но при этом внутри она что-то такое оберегает. Почему-то мне идет как дитя какое-то. Либо же какие-то новые свои идеи, либо какое-то новое творение. Либо, возможно, действительно своих каких-то детей. Мне показывает яйцо, как рождение чего-то нового. Как дракон, который оберегает своего детеныша. Опять дракон, да? Вот почему-то на тройках у меня все время идет ассоциация с драконами. Не знаю. Вот прям в поле вашем есть вот это вот. Причем черный дракон, огромный. Он не цветной. А вот он именно черный. Ладно, вот такой совет. А какой совет вы бы дали любимому человеку? Береги себя. Береги себя. Позаботься о себе, да? Либо береги себя. Для вас действительно этот человек очень ценный. То есть, возможно, вы даже этому человеку не говорите о своих чувствах. О своей любви. Но вот вы как будто бы действительно заботитесь о нем. Хотя он является королем педакли. Может быть, ваш любимый человек простыл? И вы ему говорите. Знаете, как это? Вот я сейчас в ТикТоке завирусился ролик, да? Где парни, мужики одевают шапку. Говорят, мама, я одел шапку. Вот здесь что-то такое. Береги себя. Береги себя. Не знаю. Может быть, человек куда-то уехал. В общем, здесь такой совет, да? Береги себя. Здесь вот сегодня у нас прям по тройкам так конкретно. Без разглагольствования. Детям. Какой бы вы совет дали детям? Никогда не будь жертвой. Вот прям никогда, да? Отстаивай. Прям. Если это мальчики, здесь такое ощущение, как будто вы говорите, да? Хочешь. Как вот, ну, не знаю. Бей в морду. Что-то такое, да? То есть отстаивай себя. Не будь жертвой, да? Действуй. Ты сильный. Ты можешь. Вот как-то такая вот поддержка идет. То есть вы как будто бы хотите показать ребенку, что он сам должен уметь стоять за себя. Вот как-то так. А если здесь девочка? Мне просто интересно, потому что это очень мальчишеская энергия. А если здесь девочка? То что бы вы сказали своему ребенку? Все равно здесь энергия такая, да? Не будь жертвой. Не падай на колени. Не страдай. Не драматизируй. Встань, утри носа. Иди дальше. Да? Если там, допустим, я не знаю, не хочет тебя этот мальчик, ничего страшного. Ты заслуживаешь чего-то другого, да? Либо ты встретишь другого. Иди дальше. Не ной. Не ной. Вот здесь даже к девочкам, да, вот какое-то такое. Я уже не говорю о мальчишках, но к девочкам уже такое, знаете. Серьезный такой подход. Здесь, скорее всего, вы как будто бы стараетесь разбить иллюзии, не давать вот ребенку жить в этих иллюзиях и самообмани. То есть не входи в эти сценарии, там, страдания. Это того не стоит, да? Переключись. Найди какое-то другое занятие для себя. Цени себя. Люби себя. Вот какие-то такие моменты вы говорите. Ты самая прекрасная, ты самая ценная. Не стоит страдать, не стоит расстраиваться, не стоит огорчаться. Особенно если это по поводу, да, там, другого человека. Займи себя. Вот вы как будто бы вселяете вот в эту девочку энергию того, что вкладывай себя, работай над собой, да? Вот тебя ждет весь мир впереди. Вот какие-то такие энергии вы вкладываете родителям, да? Какой совет вы бы дали родителям? Знаете, здесь такое ощущение, что если вдруг идет какая-то ссора с родителем, да, и вот они, ну, в каких-то моментах, может быть, говоря на жаргоне, наезжают на вас, да, то вы всегда говорите, что посеял, то и пожнешь, да? Я плод твоего труда. Я плод твоего воспитания. То есть если тебе что-то не устраивает, я, я твое воспитание. Это очень сильно раздражает ваших родителей. Но вы вот, знаете, вот то, что вот вы вкладываетесь в своих, вкладываете в своих детей, это есть вас. Вот именно вот эта вот энергия, да, дать отпор, постоять. Это не важно, кто передо мной, да, но я должна сама себя защищать, потому что я у себя одна. И здесь вот такие энергии. Когда родители вам что-то говорят и вам не нравится, что ж такое-то? Вы как будто бы даете им отпор. Здесь нету каких-то близких отношений. Либо какие-то формальные, официальные отношения с родителями. Вы все время говорите, не нравится. Такое вот чудо, ну, вы как-то по-другому, правда, говорите. Я не буду говорить это слово. Вот такое воспитало. Вот это вот теперь пожинаешь. Что-то такое. Коллега. Нет, друзья. Друзья. Друзья у вас здесь, у кого есть, здесь их немного. Может быть, как говорит моя мама, да, раз-два я обчелся. Они преданы. Вот здесь мне одну особую показывают, да, одного персонажа. Я просто, знаете, смотрю на короля Пендакли. И здесь королева Пендакли. Вот как будто бы есть какие-то схожие энергии с вашим любимым человеком. Вот у подруги и у вашего любимого человека. То ли это верность, то ли это преданность. Они разные. Я не могу сказать, что вот ваша подруга и ваш любимый человек, да, они похожи. Ни внешне, ни по характеру. Но есть какие-то общие черты характера, которые вы цените. Что в нем, что в ней. И здесь как совет, знаете, я бы сказала, скорее всего, благодарность. Вот вы благодарите за верность и за, хочется сказать, долгосрочную службу. Не знаю, почему службу, но вот, может быть, вы себя воспринимаете как человека с очень сложным, тяжелым характером. И вот что для нее общение с вами, да, дружба с вами, это вот как будто бы служба какая-то. На какой момент тоже может быть, но здесь идет благодарность за благодарность, за долгую, долгую дружбу. Здесь много лет вы как будто бы дружите. И здесь не совета, здесь идет благодарность за то, что остаешься верной, за то, что всегда поддерживаешь, за то, что, просто за то, что ты есть. Знаете, вот иногда мы людям говорим, я благодарю тебя, что просто что-то есть в моей жизни. Вот здесь вот есть какая-то благодарность именно к этому персонажу. А здесь женская энергия, здесь не мужская, здесь женская. Хорошо, совет коллегам. Совет коллегам. Энергия такая, знаете, разрушительная. Я не могу понять, что нужно разрушить. То ли у коллег энергия такая разрушительная. Нет, скорее всего, что-то надо разрушить. Что-то, вы как будто бы, знаете, как совет, надо что-то на работе изменить. Надо вот, надо что-то, что-то, что-то разрушить, что-то убрать, от чего-то отказаться, что-то изменить. Вот вы как будто бы стараетесь донести эту мысль. У вас есть желание перемен на рабочем месте, что-то, что-то поменять. И вот вы как будто бы стараетесь сказать, что вот это вот уже не работает. Не знаю, может быть, есть некая такая конкуренция. И вот вам кажется, что вот если вы вот это измените, да, то, ну, вы будете больше как-то конкурентно способными, что ли. То есть вы как проницательное видите успех ваших конкурентов, да, в каких-то моментах, да, либо в сферах, не знаю. И вот вы говорите, что и нам нужно тоже что-то изменить. И причем вот вы даете какое-то конкретное предложение, что именно надо разрушить. То есть что именно надо лишнее вот как-то убрать. Вы это видите, вы про это говорите. Да. Здесь нужно от чего-то отказаться. Вот именно в работе, я не знаю, может быть, стиль работы. Может быть, от каких-то проектов, не знаю, какие-то правила. То есть вы как будто бы видите, что это уже не работает. И вот вы говорите о том, что давайте мы поменяем. Там, не знаю, презентацию. Давайте поменяем свой пиар, продвижение. Не знаю, что такое. И коллеги к вам прислушиваются. Да, потому что вот вы, не знаю, у вас сильнее энергия. И вы то ли вы умеете убеждать, не знаю. То есть они прислушиваются к вашему мнению. И вот вы как будто бы говорите прям, знаете, каждому отделу. Вот в этом отделе надо вот это. В этом отделе надо вот это. Вот что нужно менять? Вы сейчас про это указываете. Такой какой-то совет. А вселенной? Какой совет вы дали бы вселенной? Ну вот Аркан Мира и вышел, надо же. Что бы вы дали вселенной? Какой совет? Не знаю, здесь как-то мне идет слово единение. Здесь не вселенный совет, а... Я не знаю, здесь как идет то, что вы этого единения хотите с вселенной. Здесь мне идет слово единство. Единство, единение, объединение. Возвышение. Возвышение в контексте поднятия вибрации. Я как будто бы хочу объединиться со своим Высшим Я, да? Я хочу слиться, слияние. Но здесь смысл единства идет в любом случае. Разными словами. Ну здесь нет такого, что вы что-то хотели сказать вселенной. Нет. Здесь как будто бы вы говорите о вселенной, да? Что я хочу с тобой слиться, я хочу с тобой объединиться. Вы желание высказываете. Не просьбу, а именно желание. То есть здесь не в контексте молитвы, да? Я вот хотела бы, да? Я молюсь, поэтому нет. А вы как будто бы, знаете, какой-то диалог здесь идет, и вы говорите, вот я хотела бы вот так себя ощущать. Но опять же таки, это не на уровне целей, да? Достижения, а просто как высказывание своего собственного мнения, что вот хорошо было бы, чтобы было вот так. Какие-то вот пожелания свои. Как-то так. Так, это у нас была с вами третья позиция. И расклад под названием советы. Пишите свои комментарии. Я вам благодарна за них. Благодарна за обратную связь. За ваши лайки, за то, что остаетесь на моем канале. Все необходимые ссылки есть под роликом. В принципе, там, по сути, одна мои услуги, в которой есть абсолютно вся необходимая информация. Ну, либо ссылка на мой второй канал. А я с вами прощаюсь до среды. Да, до среды. Всего вам самого наилучшего. Всем пока-пока!